привет youtube привет подписчики и гости моего канала в общем видели в прошлом видосе я укорачивал мост у меня получилось колея 83 сантиметра в общем показалось мне все таки широковато для этой рамы рама шириной 45 сантиметров и я его укоротил на колею вот здесь ставлю по центру на колею ровно 70 самый раз зазоров здесь хватает для крыльев ничего не абсолютно не произойдет у меня еще меньше зазор так значит будем делать переднюю балку в общем надо сделать теперь ему переднюю балку пока идут звезды заказал звезды в общем раму продолжить не могу из-за того что не могу установить коробку не знаю где ее обрезать ну те кто делал себе трахтарки как говорится с передней балкой неполный привод знают как сложно выставить все эти вещи ровно параллельно аккуратно это очень 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 такой нудный процесс поэтому я эту проблему решил на корню потому что мне придется собрать не одну еще мужики все элементарно просто вот они как говорится ступицы у них вот такие с проставочные шайбы стоят на тормозных дисках вот снаружи я приварил к ним уголки вот и пятерка вот уголок пятерка этот эта часть металла отрезанный прихваченный так чисто чтобы не был угол угол острый него такой как волки он полукруглый а именно острый угол одна шайба мужики 2 шайба левая правая сторона все это под магнитный уголок ровненько аккуратно это все дело надо отрезать ставится шайба удерживается магнитным уголком сейчас покажу только нацеплялась одной рукой удобно все это собрать удерживается все это магнитным уголком по вертикали плюс здесь главное ровно это все дело отрезать все это промеряется сто раз угольниками и так далее и тому подобное прихватил потом снял обварил все это уже добавлял эту полосу после для чего для того чтобы они стояли друг напротив друга варе варивал таким образом что даже все отверстия мужики не знаю как показать все отверстия совпали просто так получилось вот теперь не составит никакого большого труда выставить нужный мне размер сейчас покажу закрепить их можно вот на верстаке если верстак ровный зажимаются обычными струбцинами подгоняются краю чтобы стояли друг напротив друга все отмечаем сколько нам надо если это 70 значит 70 ставлю по наружному краю прикручиваю ступицы и уже можно делать верхнюю балку саму балку балку буду делать из такой трубы значит 80 на 40 толщина стенки 3 миллиметра у закрепить можно где угодно и на чем угодно шайбы даже можно закрепить на раме на то есть на самом швеллере просто обычными струбцинами такими неважно может быть вот такими струбцинами можно обычной струбциной вот взять даже вот такую до винтовую струбцину вот такую струбцину да без разницы любой струбциной отмечаем точнее одну ставим ставим рулетку отмечаем где нам надо ставим линию и подводим ее как надо все они нам понадобятся только один раз чтобы сварить саму балку все остальное мы можем использовать уже как как нам надо я буду работать на в тесах на поставлю уголок они будут стоять на уголке и даже можно поставить даже на брус если у кого-то совсем туго с металлом даже можно на деревях у зажать я же буду работать вот зажал в тесы обычный уголок длинный кусок не резал ничего выставил как мне надо схватился здесь схватился здесь соответственно отметил все но они у меня будут стоять немножко по-другому они у меня будут стоять наоборот вот таким вот образом сбоку для удобства в общем сейчас прижму и конкретно уже покажу все действия и так прикрутил ступицы отмерил 70 сантиметров он стоит линия по ней выставил все значит прикручивал на болты где закручиваются направляющие потому что нужна плоскость конусная здесь не очень хорошо держат и соответственно теперь нужно померять центра . сейчас они стоят ровненько друг напротив друга ничего им не мешает абсолютно вот так упираю в уголок одну другую и меряю здесь вроде ставлю по центру плюс-минус миллиметр и здесь мне выходит 45 с половиной 45 с половиной теперь вкинем шаровые даже можно их и прикрутить и померить вместе с шаровыми шаровые будут стоять у меня вот таким образом так как буду варивать вот эту трубу точнее варивать ну да раму из нее делать и другой шаровый стоять как-то как-то так и теперь надо померить края сколько до края выходит шаровых в моем случае это примерно ровно это 51 сантиметр в общем вот у меня есть обрезочек 51 сантиметр так изготовил значит вот таким образом высверлил коронки у меня нету высверливал сверлышком вот от пыльника старая от старого пыльника вы резинку удалил все это дело рисовал и размечал вот так точнее да размечал все это сверлил кернил в общем все отлично просто удобная штука берем просто его так вот ставим на шаровые поднимаем и прикручиваем ничего не сбивается при этом абсолютно шаровые прикрутил пока на два болта все равно это все отстегивать прикрутил гайки очень удобно не раньше руками держать я имею в руках поставил ключом затянуть все она держится вот на весу нигде ничего не мешает перевожу в нижнее положение зазор здесь предостаточно потому что шаровые пока не стоят вот и выравниваю то есть даю ему выравнивается упереться здесь и дожимаю упираю здесь всю но таким образом выравнивается и сейчас эта сторона и эта сторона друг напротив друга стоят отлично так теперь мне ничего не мешает замерить как это все дело будет выглядеть то есть поставить раскосы из трубы как они там будут выглядеть да понятно дело обрежется лишнее он так возьму чисто показать как это все элементарно просто выставляю нужный мне угол какой надо при этом держать ничего абсолютно не надо в руках делаю сюда крепление которое будет привариваться к трубе все прихватываю обвариваю потом снимаю это все дело и обвариваю вот так все просто мужики длину можно любую колею абсолютно любую даже можно зажать в них когда буду делать нужную колею передний ведущий мост и уже конкретно подгонять ступица имею ввиду конкретно подгонять мост под нужную мне колею не делать ее наугад рычаги там и все остальное а именно под нужную колею вот как то так впрочем на этом можно и закончить видос тут дальше все и так понятно что все просто элементарно просто будем так говорить хотел показать вот эти штукенции очень полезные кто занимается кто много делает элементарно все просто так что кому понравилось не забываем ставить лайкосик отвечаю на комментарий почему у меня перчатка перевернутая постоянно да мужики ну потому что когда берешь горячую деталь неважно после сварки после болгарки и обязательно вот эти пупырки прилипают к металлу и красят его мало того что красят они еще и воняют такой противный запах идет то есть горячая с ними братника мильфу так что как то так все кому понравился видосик обязательно лайкосик с вами был санек добавляйтесь в руку самодельщиков и подписывайтесь на второй мой канал всем пока